ПЕСНЯ 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 Слава Тебе, Господь! 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 И вот Евангелие дня сегодняшнего разъясняет нам, почему Господь порой не спешит исполнять прошение наше. Как та женщина, у которой дочь беснуется, она ко Спасителю, Господи, помоги ей. Она говорит, да прежде всего надо помогать тем, к кому я послан, ты-то куда лезешь? Казалось бы, отчаяться ей, впасть в уныние, но нет. Она просит, она молит, она требует. И исповедует веру свою так, что Господь удивляется этому исповеданию веры. И исцеляет дочь ее. Творит то, что она просила. Поэтому должно нам помнить, что если Господь не спешит исполнять прошение нашего, то это прежде всего для того, чтобы мы засвидетельствовали веру в свою. Легко верить в Бога, когда все хорошо. Когда тебя все любят. Когда все о тебе заботятся. Когда можешь приходить и умно давать советы благочестивые. Но когда коснется скорбь, вот тогда-то и проверяется наша вера. Тогда-то мы исповедуем нашу веру и верность Христу. И прежде всего должны являть свою любовь. Ко Господу, который дает, а порой не дает. Который укрепляет, а порой не укрепляет. Но который все делает для того, чтобы мы обрели жизнь вечную в Царстве Небесном. За божественной литургией митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил хиротонию и подьякона Евгения Иванова Вадьякона. Аксиос! 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 15 февраля в праздник Сретения Господня в мире отмечается День православной молодежи. К этой дате в Новосибирской епархии традиционно проходят Сретенские балы. Впервые такой бал в этом году прошел в Краснообске. Участие в нем приняли школьники, гимназисты, лицеисты, воспитанники детско-юношеских организаций, православная молодежь. На балу свои правила, на балу своя атмосфера. Это совершенно другое состояние человека, который находится на балу, чем в школе, на спортивной площадке, дома. Такого нет. А здесь человек учится православным традициям культуры, православным традициям общения. И с этой точки зрения очень важно, чтобы молодежь научилась общаться. Участники балы исполнили полонез и фигурный вальс, польку и кадриль, мазурку и краковяк, а также другие танцы. Сударыни и кавалеры играли в фанты, писали друг другу послания и погружались в эпоху XVIII-XIX веков. Атмосферу церемоний, русского размаха и веселья, хороших манер и этикета. В те времена, когда владеть искусством танца был обязан каждый хорошо воспитанный человек. Здравствуйте, братья и сестры. Снова в нашей программе «Ваши вопросы». Вот первый вопрос вызван недавним памятным днем, днем памяти Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта, деятеля культуры, искусства, истории нашего Отечества, величайший человек русской культуры, трагически погибший. И вот вопрос как раз на эту тему. Пушкин – человек православный, а погиб после дуэли. Вроде как самоубийство получается. Рай для него не закрыт, и нужно ли молиться о спасении таких известных людей? Ну, что значит получается? Не надо строить догадок. Получается, не получается. Дуэль – дело не очень праведное, не очень хорошее. Запрещено, кстати, было и законами Российской империи. Как раз по этой самой причине, что можно ведь кого-то и убить, можно и самому погибнуть, надо служить Отечеству. Но с историей с убийством Пушкина ситуация несколько иная. Я не оговорился, говоря об убийстве. Это была целенаправленная, целая спецоперация, можно так ее назвать, недругов России по уничтожению не просто известного литератора, а действительно человек, который очень много делал и сделает до сих пор для нашей страны, для нашей культуры. То, что Пушкин пошел на этот шаг, это было дело его чести. Может быть, можно было избежать, может быть. Но это не было прямым самоубийством, сомневаться не надо. Кстати, Пушкин очень горячо и искренне исповедовал сам батюшка, отец Петр из конюшенной церкви. Когда его исповедовал, говорит, я вот такой исповеди давно не слыхал, сам бы себе хотел, такая кончина какая у него. Настолько искренная и честная была исповедь поэта. Поэтому мы молимся о Равеи Божьем Александре, и, конечно же, не возбраняется эта молитва. Каждому из нас молиться о тех людях, которых мы любим, почитаем, уважаем, не только родных и близких, кто мой ближний. Помните, как спрашивали Господа? Ближним любой человек, кто оказал на тебя влияние. Уже Александр Сергеевич Пушкин не оказал доброго, положительного влияния на нашу с вами жизнь, нашу с вами душу. Давайте еще следующий вопрос. Тоже, опять же, вот по недавнему, в кавычках, празднику. Чем плох день святого Валентина? В школе ребятишкам запретили приносить сердечки, устраивая чипы. Слава Богу, хоть есть такие учителя, у которых хоть что-то появилось в голове и в душе. Стали запрещать этот безумный коммерческий культ. Плохо вне святого Валентина ложь, которая распространяется с помощью вот этого термина. Потому что никакого святого и никакого Валентина в этот день не празднуется. Ни у нас, ни у католиков, ни у тем более протестантов. Даже у язычников нет такого праздника. Что этот, откуда этот взялся, как буквально чертик, прости господи, из табакерки. Это коммерческий культ. Просто решили в один прекрасный миг продвинуть какие-то менеджеры, какую-то новую идею, подтолкнуть идею продаж. Ну, вот давай раздувать всевозможнейшие женские дни, дни святого Валентина, еще кого-то. Нет такого, не знаем мы такого святого. Мы в этот день праздновали день святого мученика Трифона. Это католики, которые живут по своему календарю, у них день памяти Кирилла и Мефодия, святых равнопостных, простителей славянских. Поэтому мы не знаем, что это за такой святой, это просто коммерческий культ, это обман, ложь. А на этой лжи воспитываетесь вы, воспитываются ваши дети. Вот, слава богу, им стали запрещать эти глупостями заниматься. Это называется психология нейролингвистическое программирование. Когда человеку внедряют в сознание какая-то лживая идея, она безобидна относительно. А потом, со временем, человек уже становится очень чрезвычайно манипулируемым. И ему уже в голову влагают все, что угодно. Каким шампунем голову мыть, какие ценности исповедовать, кого любить, кому же верить. Вот это опасно. И очень опасно то, что мы подвергаемся влиянию чуждых совершенно идей и подвергаемся такому психологическому программированию нашего сознания. Вот чем страшен, ужасен все эти новомодные праздники, которые возникают буквально каждый день, навязываются нам. Еще вопрос. Нужно ли каяться в том, что происходило во сне? Во сне ничего не происходит. Во сне мы спим. Во сне сниз что-то нехорошее. Но вот сон разума рождает чудовище. Когда человек живет какой-то не очень хорошей духовной жизнью, когда не очищает душу покаянием, то вот все вот эти грехи, грешки, тяжесть такая духовная, она дневная. Она потом сказывается на ночных кошмарах. Поэтому не надо. Молиться надо усерднее. Надо держать ум в молитве, засыпать с молитвой, просыпаться с молитвой. И все будет хорошо. Никаких там ужасов во сне происходить не будет. Каяться тут не в чем, кроме как в отсутствии, может быть, должной духовной жизни. Еще вопрос. Стоит ли сходить на новую версию «Мастера и Маргариты»? Булгакова люблю, но не знаю, идти в кино или нет. Ну, если, понимаете, церковь власти вопрос вообще не занимается. Но если лично мое мнение спрашиваете, как гражданина, я бы и на первую, и на вторую, и на третью, и на все последующие, предыдущие бы не ходил на ваше место. Зачем? Для чего? Нечем больше заняться. Неужели не на что потратить вечер? Может, как-то провести вас с родными, с близкими? Если хочется непременно какого-то развлечения, ну, может быть, можно сходить и на какой-то достойный фильм, который что-то воспитывает. А что он там может воспитать? Хотите поучаствовать в этих бестолковых словопрениях, которые сегодня разыгрались в интернете, и свое слово молви. Да не надо, войдутся без критики, без наших с вами слов. А насколько мне известно, безобразный фильм, безобразность сделан. Я думаю, что можно обойтись вполне без этого. Лучше озадачиваться с какими-то вопросами духовного самосовершенствования. Еще вопрос. Есть ли какой-то монастырь у нас или поблизости, куда бы брали трудного подростка на работу во исправление? Трудный, в смысле избалованный, считающий себя главным, только он один, вот так его упустили родители. Вы знаете, все-таки монастыри – это не колония для малолетних правонарушителей. В Советском Риме были такие спецшколы. Они ничего, конечно, не воспитывали, но как-то хотя бы изолировали совсем уж невоспитуемых подростков. А что касается наших собственных детей, которых недовоспитали и переизбаловали мы, так надо и заниматься их воспитанием. А монастыри, они же для молитвы созданы. Туда-то идут лучшие из нас. Лучшие из нас идут в монастырь, чтобы, отрекшись от мира, молиться за весь мир и за нас с вами. Ну, что там делать трудным подросткам? Если хотите, понимаете, что сами справиться не можете со своим ребенком, для этого есть масса других заведений. Военно-патриотические клубы, лагеря, спортивные секции. Только надо, чтобы ребенок сам захотел. А это сложно. Он привык там. Весь мир для него сами же избаловали. Вы знаете, я бы начал, может быть, с исповеди. Вот прийти и до исповеди сказать, «Батюш, Господи, вот, кормила-поила ребенка, одевала-обувала, а о душе его мало заботился. Вот я виноват. Прости, Господи». Вот это должно быть поводом для исповеди. И Господь, видя ваше искреннее раскаяние, нам поможет вам в воспитании вашего ребенка. Посоветуйтесь с опытными психологами. Только опытными. Таких не так много. С опытными священниками. Таких, наверное, еще меньше. Но, тем не менее, попытайтесь что-то сделать. Я вот подсказал вам, куда, если сами не справляетесь. Очень часто дети, вот нет пророков в своем Отечестве, еще Господь говорит об этом в Священном Писании. Часто дети не слушаются родителей. Найдите того, кто может оказать влияние. Вот крестные для чего, например, нужны? Крестные редко появляются в доме. И все же появляется. Это человек со стороны относительно. Может, его слово будет каким-то, подтолкнет его, что-то разумит. Таким человеком могут быть другие авторитеты. Могут быть книжные герои, кинематографические герои. Это могут быть тренеры, это может быть военрук, военно-патриотического клуба. Поэтому надо искать, надо что-то делать. Потому что иначе действительно будет беда. А не надеяться, что кто-то, где-то, в каком-то неведомом загадочном месте, куда вы сбагрите своего ребенка, его исправит. Нет, давайте-ка вместе будем работать над воспитанием вашего дитяти. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь. Сегодня это евангельское чтение. 19 глава Евангелия от Луки открывает нам уже преддверие ведущего Великого Поста. Остается около месяца. Наступит Великий Пост. Казалось бы, не так давно был пост рождественский, вот праздники зимнего периода. А впереди Великий Пост. И церковь уже начинает нас подготавливать к тому, чтобы войти в Великий Пост, который должен стать для нас школой жизни, путем покаяния, возвращения даже от счастья к Богу. Многие из нас забывают, вспоминают только какие-то яркие события церковной жизни. Сколько людей пришло, например, на Рождество, на Крещение недавнее. А в обыденные дни забывают. А вот наступает Великий Пост, похватываемся и хотим вернуться к Богу. И вот с чего все начинает. Церковь предлагает удивительное чтение Евангелия о Захее. Давайте почитаем эти строки. Вошел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарея, человек богатый, искал видеть Иисуса кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И, видя это, начали все роптать, говорили, что он пришел грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу, Господи, половина имения моего отдам нищим, а если какого-чем обидел, возвращу в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сына Врама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как удивительная последовательность действия. Вообще, вот евангелист Лукаев не раз говорил очень образно Евангелие. Смотрите, маленький ростом человек, начальник мытари, начальник налоговой инспекции, целого гор, довольно большого, заведомый грешник, потому что мытари – это же сборщики подати, все собирают налоги, обирают народ, отправляют на роскошь римского двора, еще к куркам сколько прилипает. Ну, заведомый грешник. Но этот человек захотел увидеть Христа, но мал ростом, и не видит за окружающей огромной толпой людей, которые теснят Христа увидеть его. Он бы мог составить о нем мнение со стороны разговоров о нем, слухов от других людей. Но он – нет, говорит, я хочу сам на него посмотреть. Очень важно посмотреть на человека. Ну, не могу его увидеть. Тогда он предпринял весьма необычное действие. Богатый, облаченный, в довольно дорогую одежду, знатный чиновник. Залезает на дерево, чтобы с дерева сверху увидеть Христа. И Господь, видя его, по имени обращается к нему, говорит, Захей, слезь. «Я сегодня должен быть, Господь должен быть у тебя в доме». И Захей слезает, принимает его с радостью. Когда человек что-то хочет узнать, получить, добиться. Понимаете, нельзя лежать на диване и ждать, когда же на меня что-то такое не зайдет. Сколько раз у священника приходится слышать слова. «Я еще не дорос, не дошел до необходимости сознания, понимания нужности крещения, или покаяния, исповеди, ежедневные молитвы, венчания, причастия. Я лежу на диване и пытаюсь дорасти. Не получится». Как остроумно заметил один проповедник, довольно современный XX века, он говорил, что это Евангелие рассказывает нам о желании. Но желание свое нужно реализовывать. Хочешь узнать, увидеть, так ты приподнимись над обыденностью, соверши даже действие, которое в глазах окружающих вызовет, может быть, даже куда он пошел-то вообще, нериться перестал, развратничать, в церковь встал ходить, что-то ненормально, что ли. Я хочу Бога увидеть, но для этого что-то нужно сделать. И когда Господь увидит твое желание, Он скажет, я должен к тебе домой прийти, в душу к тебе. Вот это желание должно реализовываться в поступках. И тогда Господь, видя ваши добрые дела, придет к тебе в душу, и душа-то меняться начнет человек, который всем смыслом жизни своей почитал накопление богатств, говорит, Господи, я теперь, такая радость в доме у меня, Господь, я половину имения своего отдал нищим, а кого чем обидел, да вчетверо больше отдам. Он говорит, Господь, спасение пришло в этот дом, потому что след за желанием, за реализацией своего желания, за познанием Бога, за вселением в свое сердце веры Христовой, человек меняться начинает. И вот тогда приходит спасение, тогда человек хочет что-то, но не реализует свое желание. Вот надо захотеть, вот в преддверии грядущего Великого Поста, давайте поищем в своей душе, хотим ли мы чего-то такого, по-настоящему, серьезного, спасения души своей. Или так все наши желания, ну, настолько бывает примитивны, бессмысленны. Давайте захотим главного. Давайте что-то сделаем, чтобы это главное реализовать в своей жизни, и тогда поселиться в нашей душе Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашим телефонам 221-4904. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok